Эти люди, о которых мы сейчас расскажем, забыли, что такое жить в хороших условиях. Они не делают в своих квартирах ремонт, потому что бесполезно. Обои штукатурка отваливаются из-за сырости, но хуже всего, что трое маленьких детей постоянно болеют бронхитом. Репортаж из поселка Вересовка. Во сне сопит, как взрослый мужчина. За четыре года маленький Матвей несколько раз серьезно болел бронхитом. А кашель и заложенный нос у малыша не проходит почти никогда. Расстраивается мать мальчика. Причиной всего – жилищные условия. Сырость из подвала не проходит даже зимой. Вот они, бой отходит уже. Вот практически клеили мы их в том году. Вот оно все отходит уже. Вон там все, уже все опять. А так-то я не хочу больше я уже этим ремонтом, потому что уже в год и не по одному разу это дело. Вот так выглядит дом, в котором живет Юлия с детьми. Больше 20 лет назад в первом подъезде произошел взрыв бытового газа. Завалы расчистили, но дом стал постепенно приходить в негодность. Сказывалась близость к железной дороге. Когда идут поезда, люди придерживают мебель, чтобы она не упала. Все эти годы жильцы пятиэтажки на улице Заводской в поселке Вересовка живут надеждой о переселении. Вот оно – возможное будущее жилье для жителей многострадальной пятиэтажки. Монолитный дом, значит, у него срок гарантии больше 100 лет, а панельный все-таки 50 лет. Вот это разница. Я считаю, и плюс по теплопроводимости, и по, так сказать, по прочности. Гораздо лучше. И быстрее возводится. Строить дом начали два месяца назад на деньги из областного бюджета. Уже возведены пять этажей, кипит работа внутри. Заливаются полы, шпаглются стены, подводится электричество и отопление. Отопление, подача снизу. Да, идет с подвала, по стойкам наверх, и оттуда уже пошла разводка. То есть верхняя разводка получается. Замдиректора городского управления капитального строительства Назар Галат как связующее звено между жителями пятиэтажки, которая подлежит расселению и строителями. Планируют принять данный дом в декабре 2018 года. Но, наблюдая за строительством, я вижу, что данный срок, я думаю, будет выдержан. В новое жилье, как обещают городские власти, переедут все жители этой пятиэтажки. Само строение после расселения планируют отремонтировать. Укрепить фундамент, утеплить стены и поменять трубы. После чего передать дом в маневренный фонд Первоуральска. Ждать осталось полгода, но мама Матвея уже строит планы. Признается, что не терпится начать собирать чемоданы. Елена Стрелецкая, Никита Нехорошков, Дамир Харисов. Новости Первоуральск.